Интересно, кто ж нас там ждет-то в этом местечке, а? А если что, я готов ко всему. Твою мать, ну, может быть, не ко всему, знаете ли, к некоторым вещам тяжело быть готовым. Спускаешься в подвал, а там, бляха, призраки стоят. Тьфу, едите тебя за ногу, та зона! Ну, как говорится, знаете ли, главное разнообразие, особенно когда ты можешь себе его позволить, потому что прошлая серия началась такая, знаете ли, с довольно сумбурной нотки, то есть я там показывал некий такой психоз с шуточками, и многим зашло, потому что актив был просто бешеный. Количество лайков и комментариев на предыдущей серии просто какое-то запредельное. Но сегодня я решил немножко подразбавить, что после того психоза надо немножко отдохнуть, порелаксировать. Вышел буквально вот за прачечную, а здесь вот такая вот красота. Закат, солнечные лучи, сказать, кладутся на нашу землю и сдвигаются по ее оси. Красиво же, а? Особенно красиво то, так сказать, осознание того, что это ведь лучи, которые вылетели 8 минут назад с поверхности солнца. Вот такое большое пространство они преодолевают для того, чтобы, так сказать, покрыть нашу землю и осветить ее. Физика. Минутка физики. Так, ну ладно, хоре, немножко, так сказать, покрасовались, да, все дела, все, теперь дальше бодрячком, потому что что? Потому что это обреченный на вечные муки. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Нейт Гвард, ребята, если мы продолжаем играть в эту потрясающую модификацию, которая пока что по своей задумке потрясающая, но многие вещи, которые здесь реализуются, немножечко странненькие, да полшишечки совсем, вот мы в прошлый раз нихера не поняли, что произошло. Почему показали, так сказать, момент финала предыдущего мода, где погибал сталкер Дэн, который убивал чувак из греха. Какого хера этот грех вообще делал в этой потрясающей подземке путепровода? Какие-то, не знаю, вымышленные кровососы, атаки, прыжки в прошлое, будущее, короче, полный трындец. И вот, наконец-таки, мы получили, так сказать, прямую зацепку. Нас ждут, так сказать, в подвале гастронома. Коготь передал мне записку от неизвестного, который просит меня, так сказать, прийти навстречу, которая должна стояться в подвале гастронома. Там еще раз, какой-то такой тайник, я не знаю, что за тайник такой интересный, надо будет его посмотреть. Так, что я хотел сделать? Я хотел немножечко распродаться, тут явно есть лишние вещи, которые можно прям вообще сбагрить и не запариваться. Да, просто потому что, ну, можем себе позволить, почему это, блин, может костюм оставить, а вдруг мой экзоскелет украдут, как бы, я потом буду плакать. Вот, два вэлиса мне тоже не нужно. Короче, это все можно продать и на выручные деньги сейчас немножко, так сказать, подчиниться, потому что у нас не все прокачано. Там остались числоты, которые можно прокачать. Дорого, дорого, дорого. Муха, муха-цокотуха. Тыща, тыща, тыща. Костюм. Костюм стоил неплохо. Пистолетики, патроны какие-то непонятные, которые нам пока что не нужны, можно их подпродать. Это нужные патроны. Это можно подпродать. Это все, конечно, хорошо, но оно тянет мой карман. Так, глушитель. Это на что? А хер его знает. Итого получилось на 13 косарей. Как бы, явно, это неплохо. У нас 205 дробей. 205 дробей. Короче, патроны мне явно не нужны. Я снаряжен, так сказать, по полному фаршу. Так, это выпили. Дружище, иди сюда. У нас там встреча, так что на ней сейчас все подготовится. Надежность, отдача, бэмс, прокачка экзы пошла. Вот это сейчас куда более важно. Легкие, гашение удара. И, собственно говоря, да, неплохо. Тут у нас прокачка. Нам предлагают поставить x5. Не хочу. Отдача, настильность, надежность. Ценники абсолютно маленькие. Ну, давайте даже x5 поставлю. Почему бы и нет. Все, поехали. Поехали навстречу. Нас там и заждались. Поэтому, как говорится, пойдем посмотрим. А тут у пацанов нет еще по заданиям? Ничего интересненького, а? Ребята, ребята, ребята. Помощь, бесплатная помощь. Готов помочь, кому угодно. Что надо? Хорошо, я понял. Здесь до сих пор красиво. Ну, как бы, если красиво, то красиво. Я, в принципе, не против. А с винторезом еще красивее. Опа. Так, спецназ на месте. Проверяем позицию. Ну, пока что ни хера не видно. Ну, то есть, каких-то особых целей, которые нас хотят убить. Хотя, нам сказали спуститься в подземку этого гост... А-а-а, подожди, тогда где через люк залезаешь в эту аномалию. А у нас экзоскелеты. Я даже бегать не умею. А там эти шарики... Ух, бляха. Если сейчас я спалю костюм просто в нуле, я буду плакать. Потому что его ремонт стоит настолько дорого, что слов нет. Я буду жаловаться, не знаю, куда-нибудь. Так, тайничок. Это и есть тайничок, за которым мы пришли. Здесь у нас тоже лежит винторез. Ну, в принципе, неплохо. Как бы особо не пожалуешься. Но было бы неплохо получить какую-нибудь пушку реально вот с коллиматором. Был бы какой-нибудь вал с коллиматором, я бы отчасти обписался. Но, к сожалению, такого нам пока что не дают. Так, ну, спуск, получается, у нас находится... А, нет, там какой-то человечек у нас есть. Подождите. Это, походу, не совсем то, что я подумал. Просто вот там справа вроде бы есть вход в подземелье. Здесь местная катакомба. Я вот не понимаю, это нам туда или не туда. Вот еще вопрос. Просто если туда, то снизу находится там... Ну, там прям химикатов по самой не хочу. Тут раньше вроде бы где-то у одной из сторон был спуск. Вот он. Ну, что, делаем вставочки? Делаем вставочки просто. Будет сейчас у нас растяжка. Опять удар по голове и так далее. Потому что я уже к этому, честно говоря, привык, знаете ли. Так, проверяем. Раз, два, три. Опа. Давненько не виделись. Какой красивый молодой человек. Стоит, нас ждет, говорит, давай пообщаемся. Хотя, конечно, не факт, что он молодой человек. Больше похож на призрака, да. Но это уже, как говорится, нюансы жизни и не более того. Привет, брат. Дарова, дарова. Сущность. Здравствуйте, я тебя ждал. А я как ждал вновь встретиться. Говори, зачем ты мне эту записку оставил? А чтобы вновь встретиться, Ворон... Логично. Он ждал встречи и как бы для этого записку оставил. Слушайте, дедукция просто... Спросишь, зачем? Для того, чтобы дать тебе подсказку. Ты, как я знаю, хочешь узнать, что произошло с тобой в лаборатории X8. Так, если ты знаешь, то хочешь узнать. Короче, да, допустим. Так вот, ты должен будешь спуститься в лабораторию снова. Там ты все и узнаешь. Постой, 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 постой. При первой нашей встрече ты сказал, что я найду ответы на все свои вопросы на поверхности. Нахрен там? И опять ты говоришь, что мне нужно спуститься туда. Это как там это, по твоим словам? Я смогу найти ответы на свои вопросы. И не очень там не хочется быть мальчиком на бегушках у призрака зоны. Я тебя понимаю, Ворон. Поверь мне, я говорю правду. Это последняя наша с тобой встреча. Прощай. Ладно, поверю тебе. А так с чего вдруг мне ему поверить? Я что-то не понимаю. А если я тебе не поверю, то что делать? Э! Спуститься в лабораторию для того, чтобы найти ответы на все свои вопросы. Почему я покупал лото пять раз и ни разу не выиграл, только максимум 100 рублей? Я не знаю. Почему один носок вечно теряется, а вот один всегда есть? Почему, когда бреешь бороду с правой стороны, нормально бреется? С левой, сука, как будто растет она как-то по-другому. Это, ну, как бы я получил ответ или нет? Просто это очень важно. Это чертовски важно. Как бы это настолько важно, что просто тренгец. Я не знаю. Если да, то хорошо, я пойду, так сказать, сейчас в лабораторию. Ну, как бы, а что еще поделать? У нас других вариантов просто нет. Если да, то, ну, все, пошли. Здесь все началось. Здесь все и закончится. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ладно-ладно, все, серьезность. Максимальная серьезность. Это лаборатория X8, это Припять. Это, знаете, вообще-то опасно. Дома это не повторять. Как бы это просто... Работают профессиональные каскадеры. Люди, так сказать, со стажем снимавшихся в лучших фильмах Голливуда. Поэтому, если у вас есть такая лицензия, как у меня, лучше этим заниматься. Так, заходим аккуратненько. Значит, через левое плечо оборачиваемся. Плюем, ту-ту-ту-ту-ту, направо, ту-ту-ту, налево. Вообще-то было наоборот, но неважно. И теперь нажимаем локоточком. Локоточком, не пальчиком. Сейчас, извините меня, эпидемиологическая ситуация в мире не очень хорошая. Поэтому локоточком нажимаем. Так, с локото. Опа! Та ёб! В смысле? Я думаю... Ай, нет, нет, нет! Най, 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 най! Их тлибеды! Как больно! Как больно моему костюму! Он прям... Да иди ты на хрен! Зараза! Задолбали! Так ади ответ, да ёб твоё да сука! Опять поглажем за скелетие! Да бедная башка! Там уже 54 удара! Там уже каша вместо мозга, блядь! Гречневая причём! Это же я, сука, в костюме! Это мой призрак! Тут всё понятно! Ох, блядь! Чё происходит? Кто вы, что вы? Кто это, Сербин или Сербин? Ворон, друг мой, ты очнулся! Теперь расскажи-ка мне, какого хрена ты не устроил в Х7? Твоя душа принадлежит нам! И только нам! Понял? Чё? Я же в Х8 спускался! Кто вы, когда я очнулся здесь первый раз, здесь вас не было? Мы были здесь всегда, дурят и башка! Говори, что за игру ты затеял против нас! Ты понимаешь, что нарушил уговор, а теперь стараешься косить под дурочку! По-по-по-по-постой, постой, постой! Я правда не понимаю, в чём ты такой уговор, что я устроил в Х7! Всё, ты перешёл уже всей границы, ворон! Либо ты стараешься сейчас выкрутиться, либо правда тебя отшибло память и ты забыл! Да я правда забыл! Объясняю, какой чёрт очнулся спустя 3 года, почему я нихера не помню! Да не ори ты! Так уж и быть, расскажу! Когда ты и Дэн пробрались сюда, вас уловила система защиты! Экспериментальная, конечно! Как только Дэн взял документы! Был выпущен таймер, по исчению которого должен был произойти всплеск, который накрыл посторонних, то есть и вас! Дэна повезло больше, основка может ликвидировать лишь одного, а других вырубить на некоторое время! Мы знали, что всплеск накроет именно тебя! Твои персональные данные отлично подходили, чтобы дать тебе вторую жизнь! Мы подвергли тебя экспериментальному, так сказать, возрождению! Ты обрёл силу, которая делала тебя практически богом! Ты мог всё! Мы договорились, что ты будешь действовать под нашим руководством! Что ты в последний момент всё перевернул! Что произошло? Почему я ищусь здесь и где мои товарищи? Ты сам во всём виноват ворон! Тебе нужно было лишь точку потерпеть, но нет! Мы всё разрушим! Знаешь, раз ты потерял способности, которые мы тебе дали, генератор возрождения, вся аппаратура и лаборатория уничтожена, вау, Several ways, в рабочем следуетitzать! О переписаться не нет! Это мы ещё посмотрим, кто из вас умрёт, а...? Огонь! je Halasie! Бей нас призраками! О, блять! У него галужка! Тихо! Тихо, 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 Aye, дядя успокойся! Пошёл жопу! Ах ты рукожоп, зараза Сейчас, 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 дай мне, дай мне пару, пару часов Я перезаряжусь, я готов с тобой воевать Тихо Я почти готов, где ты? Убежал, сука, добиваем Тихо Я покойник? Блядь, аааа, сука Ау, ау, ау Какая тяжелая, мать его, ситуация Куда он побежал? Кто это? Охереть просто Валик пиранья, осознание Что происходит? Я Все, нет, непонятно Я как бы хотел получить Ответы На вопросы Ответы, ответы, ответы Ответы Не еще 5000 вопросов Мне накинуть А ответы Если это Ответ Я ни хера Не понимаю Что происходит Какая Икс 7 Если мы спускались В Икс 8 Какое Усознание Какие эксперименты Ну про проект Возрождение Что-то слышал Типа была такая тема Я так понимаю Это проект Возрождает Живое существо После смерти Это мы уже поняли Причем Силы аппарата Подают только на одну Типа На одно остановление Типа На два не хватает Это очень странно Но как бы Как есть Так и есть Это нахрен Так все равно По итогу Дэн сдох Как бы Все сломалось Что происходит Так Ладно Блин Больно Нахера Я вуку Который раз Который раз Ломаем мы С вывода Лас Блядь Еще и перегруз Какой-то Появился Тихо Сейчас лишнее Поскидываем Бахнем А водички Вот зараза Зачем эту дырку Здесь сделали Блядь Ловушка Дьявола Так Это херня Но я заберу ее Почему бы и нет Кто-нибудь есть здесь А Одни трупы Мать его Причем призрак Осознание Опа Сербин какой-то Не знаю Кто такой Ключ карта Тихо Кто там Включает гаусс винтовку Блядь Оно выключи Слышишь ты Сербин Осознание Блин Я не знаю Кто-то такой На самом деле Но какая-то Знакомая фамилия Честно говоря Документик Честно Для начала Прочесть Документация Некоторым проектом Возрождение Планирующаяся Учеными Группировка Сознания Из документов Ясно Что Рокументером Проекта Был Лебедев А также Некий Сученый А это Второй ученый Сербин Возможно Что Сербин Я не является Главой Сознания Так как Приказы Сверху Давал Именно он По крайней мере Так сказано Наклинация Эти архивы Должны Вопасть Чужие руки Не должны Вопасть По моему Эти документики Я за Дэна Видел Если не ошибаюсь Я конечно Могу Ошибаться Пошел В жопу Кстати Галосинтовка Исчезла От заслана А Блядь Исчезла А где он Ау Спокойно Спокойненько Спокойненько Ребята Спокойненько Не надо Не надо Нормально 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 Кого Кому прикурить Блядь Куда галоска Делать Какого хера Вас здесь Так вдоха Что происходит Простите Так вдоха Вопросов И Вообще Нет ответов Вообще Так Я перезарядился Или нет Блядь Ты кончишь Леген Там что Барабан На фигнике Патронках ПТШ Что ли Мы тут Лет на 100 Походу Нет Все Закончили Нормально Готов Работать Дальше Нормально Еще есть Ребята Алекс Деспот Нам пока Что не знаком Кто-то такие Я не знаю Блядь Перегруз Я не хотел Поднимать Протект Сука Выкинь ее Да в смысле Зараза Почему вас Здесь так Много Тоже Хороший Вопрос Опять Перегруз Так Наверху Я знаю Я это знаю Я чувствую Я чувствую Контролер Это я сделал Контролер Это мое Типа Ну так Блядь Да что ж такое То ли я дурак То ли лыж Нет А Понял Задание Обновлено То что сознание Да я пытаюсь Это сделать Но как бы не получается Прикрою Носа не высунет Сука Дай ему прикурить Я пойду Сейчас ты падла У меня прикуришь А Давай 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 Больно Ладно Не больно Я пошутил Костюм держит Я готов Только не Только не Только не Только не Только не Блядь Пожалуйста Только не Грена Откуда Сука Здесь Столько Представителей Осознания Собрались Кружок Не 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 Отставь 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 Блядь Чуть не сдох Из-за тебя Ублюдок Так Последний Что ли Нет Да Сколько У вас Здесь Та Етит Тебя За ногу Кстати А дверь Так не Открылась Это тут Потрясающе А Открылась Ключ Карты От этой Двери Была У этого Сервина Все Я понял Так Я хочу Убить Всех Именно До конца Так сказать Чтоб Не было Никаких Вот этих Вот Да Ёб Тебя Занук Где Ты Есть Куда Он Делся Э Мужик Я Иду Давай Поиграем Бля Теперь Я слишком Низ Ко Он Выше Бля На Каком Мы там Ярусе Застряли А Хер Пойми Че Куда Ити Так Здесь Только На Этаж Выше Ты Здесь Бля Или Где Ты Ёлки Палки А Да Где Где Он Есть Что За Шутки Где А Нашел Вот он С гаузкой Отлично Гаузку Забираю Сразу Так 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 Все Лишнее Нахрен Все Лишнее Нахрен Просто Сразу Тихо Это кто У нас Такой Это У нас Был Юрик Варвар Ходил Собирал Так сказать После меня Все эти Все пушки Жадный Ублюдок Так Теперь Мы вставили ключ в карту Этого паренька Он открывает нам проход В какие-то невиданные дали Которые мы раньше не видали А еще у нас появилось Да, блядь, откуда вы прете? Ты-то кто? Какой нахрен москит? Че происходит? Стоп, я хочу упасть в ту комнатку по тайную. Прям жажду. Подождите, что у нас здесь в ней было? А, просто типа запас этих. Все, блин, я думал, что-то интересненькое. Абакан, может, какой-то прокачанный Абакан? Блядь, все ебало в прокач. Ау! Подствольник есть. Ну, взять, конечно, можно подствольник. А, инструментики здесь есть. Вот оно че, Михалыч. Вот оно че. Блин, даже не знаю, что здесь оставить-то. Потому что проще просто сейчас бахнуть геркулеса. 17 аптечек, 9 гранат, 5 таких, блядь, 3 батона, колбаса. Ёб твою нахер. Все, могу идти? Нормально, поехали. Так, больше элементов здесь никаких нет, никаких этих инструментов тоже нет, я так понимаю, да? Калаш оставляю. Все, я понял, поехали. Я на выход, пожалуй. Мне здесь не понравилось. Че-то, че-то странное какое-то место. Да, калибровки. Нормально. Так, аккуратненько локотом жмем. Странно, никого нету. Опа. Ворон, это как я, коготь. Произошло кое-что, в общем, жду себя в прачечной. А, ну, как бы, я на другое не рассчитан. Честно говоря, я рассчитан, что сейчас выйду, кто появится, как обычно, знаете. Это лаборатория, сука, странная. Портал, блядь, ван. О, ванус. Так сказать, в ад. С нее постоянно что-то выходишь, как бы, и какая-то странная вещь происходит. Но нет, нет, нет. Мы вышли, как бы, и... Ничего такого прям плохого нет. У нас есть ПНВ, у нас есть ПНВ. У нас, кстати, есть Гаусс винтовка. Есть, кстати, даже ФН-очка. Че у ФН-ки с прицелом? Довольно жижный, но ФН-ка неплохо стреляет без прицела, на самом деле. Она прям, да. И получили стрелы для калибровки, кстати. Может, прокачаю себе набег. Было бы прям вообще неплохо. Но что-то странное происходит в этих лесах. Прям. Получил ли я ответ на свои вопросы? Ну окей, я узнал, что за проект возрождения было. Что он делал, где он дислоцировался, чем он занимался. И кто стал, так сказать, во главе него. Но это мы и так вроде знали, что был Лебедев и некий Сербин или Сербин, да. Вот, они занимались тем всем делом. Они представители осознания. Это хорошо. Вот. Проект, я так понимаю, нас к жизни вернул. То есть, когда мы сейчас зашли в лабораторию, сработала система защиты данного проекта. Странная система защиты, которая активирует сам проект. Ну, знаете ли, я не знаю. Архитектор, походу, дубу дал. Система защиты, это такая штука, которая превращает, как бы, использование всех тайных проектов. Я, конечно, не придираюсь, но... Знаете, так обычно поступают, ну, там, тюрели, там, огнеметы, там. Там, тронул камушек, там, блядь, пол разъехался. Там, шипы выехали. Ну, трусалки, вот это вот, там, медузы, горгоны. Ну, вот это система защиты. А когда ты показываешь сам проект в таком виде, это довольно странно, честно говоря. Ну, да ладно. Так. Научный аптечек сейчас как бахну, блядь. Адь, я насти, я говорю. Аптечек хоть жопой ешь. Здрасте. И что у нас здесь произошло? А, понятно, школьник куда-то ушел. Я, в принципе, на это и, точнее, на другое не рассчитывал. Слушай! Рано или поздно он бы свинтил. Для калибровки. Так. А, ему нужно для тонкой для начала, чтобы он дошел, добрался до калибровки. И 15 тысяч для ремонта экзо-скелета. Смотри. Нормально. Сходили, конечно, нормально. Просрали, грубо говоря, все деньги и ответов не получили. Ну, так, чуть-чуть. Ну, давай, рассказывай. Привет! Что у вас случилось, сколько? А, ворон, ради тебя видеть. Итак, как ты, наверное, знаешь, Богдан, мой брат, лезет... А, так это же не братья, точно! Не сидит на одном месте, оно ясно. А молодой он еще не приспособился. Так вот, сейчас я не доглядел, попал он в плен к фанатикам. А, место я не нахожу. Слушай, ворон, выручай, а? Да я с радостью, когда его схватили-то, когда повели. Кстати, недавно, помнишь, записку тут? Так вот, ее он-то и нашел. Захотел выяснить, кто же там встретился с тобой. Когда ты ушел, он двинулся к гастроному и отправил за ним занозу. Только замешкался он пару минут на стрел мутантов и все. Понятно, блядь, хорошо. Поговорить с занозой. А как так? У тебя брат находится снизу тебя, на один этаж, и ты его упустил. Блядь, слушай, брат себе тоже такой себе, довольно жижный. Прям, честно говоря, вообще не очень. Не брат, а так. Херня полная. Так, патроны на Гаусс есть? Патроны на Гаусс нет. ФНК, наверное, сейчас подскинем. Эти оставим, патрончики. Глушителя, непонятно на что, но это все можно, в принципе, оставить. Левые патроны. Мне просто нужны деньги, как бы, а их пока не откуда брать, эти деньги для ремонта своей брони. Вот в чем беда. Может, я могу пройти и проторговаться с медиком, медикаментами именно? Если бы это было так, я был бы сейчас несказанно счастлив. Если бы это было возможно. Если нет, то буду продавать все, что осталось здесь. Кстати, 10 патронов на Гаусс. Иди сюда. Дружище, не хочешь купить медиков? Ага, мое, да? У меня просто... О-о-о-о! Все, бабки пошли в гору. Бабки, детки, там все дела. Сейчас себе немножечко оставлю. Остальное можно подпродать. Нахера, мне говорится, столько. 6 анабиотиков. Ебать, там денег теперь хоть жопой ешь. Понятно. Вопрос с медиками был на корень решен. Так, ремонтейшн и 15 косарей. Ремонтейшн тоже. Нормально. А, вот, можно теперь поставить систему автозахвата цели. Блядь, давай поставим систему автозахвата цели. А, здесь у нас прокачки не пооткрывались, да? Просто техник не делает такую модификацию. Говорит, я, говорит, не умею. Все дела. И нужны предшествующие. Ну, конечно. Кто-то сомневался. Так, ладно, пойти поговорить с Занозой. Сейчас поговорю с Занозой. Как так получилось-то, а? Что он ушел? Привет, Заноза. А как я сказал, что ты за Богданом должен был проследить, да? Да, было такое. Только вот шапка, они вовремя выскочили. Хм, ладно. Не об этом сейчас. Там Когай сказал, что мы с тобой пойдем отбивать Бодю, да? Да, куда его повели? Книжный турпрометей. Ты что, готов? Нет, я что-то не хочу, знаете ли, ночью идти. Я сначала пойду посплю. Я думаю, за сутки с ничьей не произойдет, как бы он должен, по идее, выжить. Монолит все-таки, ребята, адекватные, убивать не будут, поэтому все заебись, как бы посплю сейчас до утра, и тогда пойдем за ним уже с утрица. Молнии какие-то. А, здесь мы уже были. Так, нам куда? Нам к Прометею. Все, работаем. А здесь система автозахвата с Элей. Ага, это враг? Это враг. Так, стреляем. Блин, а можно работать как бы побыстрее? Система захвата цели. Ты можешь как бы работать быстрее? Пожалуйста. Там люди погибают, а мы здесь тупим. Опа, 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 опа. Враги. Так, нам один из них друг. Вот это точно враг. Прямо 100%. Не понимаю. А, там еще и снорки. Ёп, что происходит? Странная ситуация в Прометее, знаете ли. Но система автозахвата позволяет нам увидеть все, что нужно. Так, это наш... Это школьник. Который надо спасти. Это тушканчики. Школьник почему-то решил встать. Блин, братан, ты еще не спасен как бы. Встань обратно. Вот именно. Так, нет, нет, нет. В этот... Конечно, после таких ситуаций прям хочется пропеть песню «Пацаны не плачут, пацаны сут глазами». Вот это прямо сейчас про это. Стоялся, спокойно. Куда ты идешь, брат? Куда? Зачем? Не совсем понял, кто по мне стрелял. Вот в чем беда. То есть там есть враги. Это очевидно, как бы я слышу. Да, там типа вот ты пройдешь. Враг монолита. Бла-бла-бла. Это все враги, что ли? Подожди, 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 подожди. Где мой стол? Где мой... А, это враги, это враги, это враги, это враги. Где он? Все, завалил, нет? Блядь, с левой стороны. Да что ж такое? Это перекрестный огонь. У вас здесь слишком много. Вот же ж бляха, а. Еще не понятно, откуда заразы лезут. Враг? Ааа, два патрона. Это, конечно, беда просто. Винтереза без прокачки на величный магазин. Что такое 10? Мать его, пулек. В 21-м-то веке. Ну это не серьезно. Где враг? Не вижу. Автозахват цели. Он лежит, добиваем. Походим сюда. Где враг? Где, 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 где? Не вижу, я не вижу его. А он здесь есть. Блин, я бы лучше сейчас подошел, просто поработал близне в контакте. Чего-то задалека долбиться. Так, заходим, аккуратнее. Воу, 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 брат, брат, брат. Тихо, 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 тихо. Тихо, ебать. А, не перезарядился. Ну, давайте подождем. Сейчас лет восемь я перезаряжусь. И можно будет постреляться. Опять перезаряжаться. Гениальное просто орудие, знаете ли. Но, блях, перезарядка просто сумасшедшая, долгая. Сейчас, сейчас, ребят, сейчас, сейчас. Я пока погуляю тут, знаете ли. Восемь патрончиков. Девять патрончиков. Десять и одиннадцать. Ёбаный тушь. А, ну, два патрона уже как бы дали. Так, где враги? Тут у нас сверху здесь кто-то должен быть. И справа там наш союзник. Вот и куда идти, пока непонятно. А, а, а лестничка-то есть на второй этаж? Подождите, должна же быть. А, вот она, потрясающая, эта лестничка. Я иду. То, не спрятался, я не вернулась. Бля, это шо ж такое? Это шо я такие жесткие, резкие, как подос. Бля, после сала с молоком. Покупаешь себе там экзоскелет. Ты думаешь, что ты крутой. А парень, блядь, просто берет и дает разворот тебе в лицо. Как же я теревую су просто. Да, в смысле? Да, 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 да. 2-0, в одни ворота. Что происходит? Почему нужно пройти? Нет, тут, может быть, для смертных путь закрыт. Я не знаю, хера его знает. Может быть. Алло. Из чего ты, сука, сделан был? Кто ты вообще такой? Олег Батый. Батый. Хан, что ли? Воу, 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 воу. Да что? Не так с убойной силой этого потрясающего дробовика стало. Я не понимаю. То он всех убивает на повал, то хера кого кладет. Мне это не нравится. Что это потрясающее передрядка, которая длится просто тысячелетия. Так, тут никого. Воу, 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 воу. Опа, опа, опа. Вот там наши ребята. Я вижу, тихо, работаем. Работает спецназ. Так, это наши, пацаны, да? Это заноза, там все дела. Тихо, тихо. Да я не могу найти врага. Это враг. Это 100% враг. Спокойно. Под нами тоже, походу, враг. Опа. Вот винтарик работает куда лучше, знаете ли. Вот тебе гранату. Все. Не, 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 не надо, не надо. Гранату отставить. Отставить деревню. Не надо, не надо. Зачем гранату? Граната это лишнее. Блядь. А. Простите. Сразу не признал, как говорится. Какая жесть, а. Все, все, че не все. Слишком много монолюб на один квадратный метр. Ёб твою мать. Готов. Я готов к его выходу. Ну? Там в смысле сейчас? Чего он там сдох, блядь? Я не знаю, пендик слопнул или что? Сука, он точно сдох. А где наш враг-то, оставшийся последний? Чего я не понимаю. Где он остался? Это, блядь, за уголком с той стороны. Ты его иди сейчас и ищи этого засранца. Чего нам в голову дас? Это вообще печально. Система захвата цели. Где он? Э. Блядь, бракованная система, это еще. Блядь, как же я хочу коллиматор-то, вы б знали просто. Ходишь со снайперкой впритык. Пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью. Сука. Такая боль, а? Так, он в этом зале. Он в этом зале. Это не он, это не он. Это дохлый парень. Он в конце этого зала. А здесь у нас идет, так сказать, разъединение. Сухой паек. Нам это не нужно, как, в принципе, этот ствол. Где враг? Захват цели. Где он? Вижу, вижу, бежит. Бежит. Да в смысле ты не сдох? 64 ранения. Блядь, он на второй этаж пошел. Чувак, за что? Я бегать лично тебя не умею. У меня костюм не прокачан. Стой здесь, сейчас я за ним схожу. Куда он, сука, убегает? Что? Что он там забыл? Это просто, это какая-то боль. Дружище, пожалуйста, остановись. Э, братан. Куда он, куда он топит? Я не могу понять вообще. Так. Я готов. Все. Фух, спасибо вам, парни, выручили. Я уже думал, что все, конец. А нет, вы пришли за носом. Постой, ты чего? Какого? Какого хера ты сделал? Не волнуйся, все нормально. Все там будем. Че, ты че, бредишь, что ли? Отойди от меня. Ебать, он там просто рывок дал. Три метра, блядь, за секунду. Тоже, что ли, из нинтез этих? Мысли героем. Да, бывает же такое. Надо бы все рассказать, как когтю. Ловушка судьбы. Че рассказать когтю? Какая ловушка судьбы? Что произошло? Почему меня опять под конец года все бьют по голове? С какой-то, блядь, не знаю. Небоверно бешеной скоростью. Что происходит? Я бы за скелетий был. Мне невозможно было вырубить с удара в голову. Это невозможно, сука. Он только что битый, блядь, с прыжка. С пятиэтажки дать мне в голову. Тогда, может быть, я и отрубился бы. Пойти рассказать когтю. А он прям сейчас такой поверит. Типа, братан, слышишь? Мы пошли занозы, занозы, короче говоря. Занозы, короче, по итогу, бля, оказался с гнильцой. И он убил твоего брата, да? Угу. Я бы такой, ребят, не поверил, честно говоря. Че-то странное происходит. Прям очень странное. Остановимся на словах, так сказать, странное. Я лучше слова, наверное, не подберу. Это правда странно. Прям очень. Сейчас просто интересно, какую надо толкнуть речь. Типа, меня два раза ударили. Я ничего не помню, я ничего не виноват. Как бы было очень много там наемников. Ой, имманвитовцев, примерно 124 человека. Мы всех перебили. Но в конце заноза перебил меня и ушел. И брата завалил, короче, просто пиздец. Там еще кто-то кричал, типа, Димон. Мне кажется, не поверят. Я, конечно, не эксперт, но... Сейчас он просто впустит меня пулем в лоб. И на этом история подойдет к концу. Это будет забавно. Братан, у нас завелась крыса. Это кохоть. Да я уже в курсе, Ворон. Две. Что две? Я не понимаю. Я уже в курсе, что ты и заноза сообщник. Вы убили моего брата, отобрали его кейс и захотели скрыться. На месте убийства вы спорили. Каждый хотел забрать себе кейс. Ты начал выяснять отношения с занозой. Он огрел тебя. Теперь ты заел сюда, чтобы настучать. Хорошо? Устроился? Козлик. Что? Вы ну что, обкурились все? Какой нахрен кейс? Погроми здесь, чертенок. Ястреб, пошли. Что? Опять по голове? Вот видишь, к чему привело твое упрямство. Признавайся, и быть может останешься в живых. Я повторяю, в чем не виноват. Ну что ж, я давал тебе шанс. Ястреб, пристрели его. Простите. Я не смеялся, нет. Кроме не запачкался. Отлично, буду ждать тебя в большом здании у школы. Думаю, поймешь, где именно. Ни хрена себе. По итогу мы всех завалили. Пиздец какой-то. Кстати говоря, кого-нибудь поступил как чмо последнее. Слушайте. Это прям, ну не знаю. Сейчас Эдвард Старк из Игры Престолов не одобряет ситуацию. В том плане, что если он думал, что я предатель, и я покончил жизнь, так сказать. Точнее, не я покончил. Я лишил жизни его брата. Он должен был взять на себя ответственность и стрелять сам. А он отдал приказ, чтобы типа стрельнули, чтобы стрельнули, чтобы стрельнули как у коготь. Так что... Но при всем при этом, я ничего не какой-то сна... Помогите, пожалуйста. Киньте мне горсть информации в лицо, чтобы я понял, что происходит. Потому что пока что я не врубаюсь вообще, блядь. В принципе, в принципе, сейчас там будет сидр с СВУ в руках. Я не удивлюсь. Вообще не удивлюсь. Типа, ну как бы уже всё. Тут уже как бы всё понятно. Тут, блядь, чё и понятно, поэтому нормально. Так, кто здесь? Просто сразу проверяем территорию. Задолбали бить меня по голове. У нас же башка, блядь, этого дерьма. Ага, он в этот клуб огородников нас зовёт. Это вроде как местная какая-то, не знаю, теплица при школе. Не знаю, что они тут выращивали в этой школе, но... Что-то странное. Срастяшку, удар по голове, да? Ну, блядь, ну хватит бить меня по голове. Неизвестный ворон, дружище. Три года ждал твоей встречи, и вот, наконец, мы встретились. Что, кто ты? И почему-то голова болит-то после 58 тысяч ударов, сука. Там ематома размером с Китай, блядь. Неужто забыл? Дежавю. Что ж, придётся освежить тебе память. Давай, заливай. Бледный. Ну, рассказы, что это за место и зачем мы здесь? Как ты собираешься помочь мне? Не кипишуй, бледный, всё будет хорошо. Сейчас мы в лаборатории X7, здесь я смогу вернуть тебя к жизни. Да? И как же? Сейчас идём к генератору возрождения, а там ты ждёшь, пока активирую приборы. Всё ясно? Отлично. Пойдём. Отлично, он клюнул. Скоро уже будем дома. Главное, чтобы приборы не болели. Какие приборы? Так, это лаборатория X7. Кто такой бледный? У нас всё новые и новые персонажи появляются. Но я со старыми ещё не совсем разобрался. А где ещё враги? Нера себе. Он на хера ты по мне-то гасишь, придурок. Ничего не понял. Вот какой этот ваш бледный? Не понял. Непонятно вообще. Бледный, не бледный. Так, спуск вниз. Вроде бы спуск вниз был с левой стороны, а это просто помещение ангара, если не ошибаюсь. И они открываются. Хотя здесь тоже стоит сталкер. Точнее, парень призрак у сознания. Нас предлагается забрать RPG. Вряд ли это просто так. Поэтому, наверное, заберу на всякий случай. Дерьмо случается, знаете ли? Вдруг сейчас что-то будет такое прям шпатальное. Пулемётные патроны, не знаю зачем, но тоже пусть будут. Ага, вот у нас как раз такие эти RG-шки. Так. Геркуле, что ли, использовать? Я пока в тотальном счётливстве, потому что я не понимаю. Это всё как бы должно связаться какой-то общей нитью, я так понимаю. Но я не могу понять, почему беда. Хотя вроде довольно внимательно проходил, но чё-то нихера не понял. Такое бывает на самом-то деле. Со мной. Так вот, так что... Всё в порядке. Должен добраться до какой-то установки. Блин, гроза вблизи, кстати, работает прям шикарно. Я хотел воскресить какого-то местного бледного. Но, кстати, там было сказано, что кто-то купится. То есть, мы обманываем этого бледного по факту. Вот в чём дело. Тихо. Да ёб тебя за ногу. Получай! Да в смысле заклинило. Какая беда. Просто беда. Что происходит? А, тут второй человечек. Нет, нет, нет. Зелёные человечки, блядь. Как в старых мультиках. Что происходит? Да, пробиваемся непонятно. У всех и фэнки. А где наш союзник вообще как бы идёт или ему абсолютно... Абсолютно. Блядь, еле добил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А-а-а. Патрошка кончилась. Последний патронов убил. Что это сейчас было? Тихо. Дорогие, нет, друзья? Непонятно, нихера. Так, наш вроде парень бежит, только я не понимаю, где. Нам нужно попасть именно в ту комнату, которая была с левой стороны здесь. Блядь, с кем он там гасится? Братан, с кем? Что там происходит? Я же тут всех убил вроде бы. А, он наверху что ли ещё? Да с кем ты там мочишься? Эмм. Сейчас уточним, так сказать, этот момент. Не совсем понимаю, с кем он там развлекается. Потому что первый ярус я вроде бы зачистил досконально. Ладно, 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 понял. Где он? Жесть какая-то. Откуда ты, падла, вылез, то, а? У меня, сука, ствол уже начал клинить по-хорошему. Есть новая гроза? Нету. Ты живой, девушка, кстати? Блядь, там кто-то ещё есть с той стороны. То есть ты прям хочешь убить всех этих засранцев, да? То есть не оставить ни одного. Жадный, блин. Просто пошли к установке и всё. И зачем нам здесь мордоваться? Скажи, пожалуйста. Я тут, кстати, рассмотрят вниз. То, походу, ребята снизу его подпекают. Так, 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 так. Так, нет, мне эти медикаменты вот вообще как бы не нужны. Мне там настолько дохера, что можно забить хрен. Поэтому поехали. Я понимаю, что если я снизу этого паренька дорублю, то он сам к нам спустится. Откуда ты здесь, падла? Блин, чуть больше бы информации. Потому что что-то интересное закрутили, завертели. Ещё и с разными таймлапсами. Но это, кстати, очень сложно правильно связать обычно временные петли. Это надо быть как бы либо Ноланом, либо Хидео Кодзима, либо, я не знаю, кем. Так, оно... Та самая установка, мы прибыли. В центре компас. Я готов. А вот наш парень, походу, нет ни хера. Но он вроде двигается. Больше я не вижу здесь врагов. Он тоже, кстати, по идее, добраться. И мы какой-то там потом культик нажмём, и всё будет хорошо. Может быть, его. Или его. И узнаем, что же там произошло. Потому что там была какая-то наёбочка. Вот в чём дело. Как же долго ты идёшь, дружище! О, мы уже на этом даже... Это, это уже радует. Я уже два раза постраду. Кстати говоря, я без бега, пешком хожу. Я быстрее тебя. Это говорит о многом, потому что ты не очень хороший наёмник. Какой-то бледный. Блин, тоже, я не знаю, почему-то знакомое его имя, но оно из башки вылетело. Так. Чё дальше? Не понял. Чё? Я ж без оружия, алё. Чё он хочет от меня? Как много вопросов, как молодец. Так, сопроводить бледного дегенератора. А дальше-то что? Я сопроводил бледного дегенератора. Э! Чё нажимать-то-то? Где тут кнопочка? Братан, всё нормально? Нет, может что, просто пристрелить надо, я не знаю. Да нет, вроде бы. Ого! Ну и хреновина. Тьфу! Если что, ничего не было, я не стоял бы тебе по голове. И чё стоим? У тебя всё на... Ага! И это генератор? Хм, хреново непонятно, если честно. Как по мне, оно вообще может быть здесь. Успокойся, она помогает, а это поможет. Жди здесь, я сообщу, когда тебе нужно будет прийти к генератору. А тебе ещё не потребуется, просто немного потерпения. Бледный. И всё. Понял. Что-то бледный какой-то, не знаю, прям. Легко подкупабельный. Найти зал управления. Так. Найти, говорит, зал управления. У меня проблемы с этими залами. Чьё и управление. Вряд ли это он, хотя хер его знает. Не, не похоже. Больше похоже на зал не управления. По-моему, там где-то должен был быть на верхнем ярусе зал управления. То есть сверху. Тут можно ложить кнопочку. Конечно, могу ошибаться. Ай! Тихо! Нормально. Так, блин. Но это спуск опять ещё раз вниз. А мне надо попасть каким-то образом наверх. Тут должна быть какая-то завертушка с подъемом наверх, если не ошибаюсь. На что должен быть похож зал управления? Вот. Так, вроде бы нашёл, блин. Оказалось, что оно было буквально в полметра от нужной точки. Просто поворачиваешься сюда, как бы заходишь. Вот он, команда зал управления. Типа, я, блин, там ходил по другим этажам, что-то искал. Как бы это просто капец. Так. Убить командира осознания. Тихо. А, повижу твою голову. Как промазал-то? Всё? Он сдох, чё нет? Обыскать труп. Блин, он прям в химозе, зараза, умер с пулемётом причём. Крамер! Пара-пара-па-па-па. Запустить приборы. Кстати, чё, Крамер-то здесь сделал? Что-то я не понимаю. Блин, я перегружен. Сейчас исправим от мен. Запустить приборы. Тут раньше вроде какие-то чехолочки были, если не ошибаюсь. Но сейчас их что-то нихера не видно, этих чехолочки. Ага. Блин, я запустил генератор. Медленно подходи к установке, расслабься и ни о чём не думай. Я-то спокоен, ворон. Ты уверен, что получится, и я вернусь обратно? Конечно уверен. Всё будет как надо. Наверное. Может быть. Я не уверен. А, что происходит? Голова, ворон, что ты сделал? То, что должен был сделать. Спасибо, бледный. Теперь ты будешь отмычкой сербина. Бледный. Теперь я понял всё. Чёрт, какой я, однако, безунчик. Если бы не дефект приборов, то я бы уже свалил из этой дыры. И что ты теперь сделаешь, со мной убьёшь? Так давай торчать на этом счастливе все вечно. Нет, ворон, я такой, как ты. Я человечнее и умнее. Знаешь, что я с тобой сделаю? Ну и что ты со мной сделаешь? Чего пригласишь? Нет. Дай мне руку. Тянет к вам свою руку. Протянуть руку. Ворон был обречён на вечные муки. Ему было суждено бродить по зоне в облике призрачного сталкера. Что касается бледного, его душа брела покой. Навсегда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то бы перепутал, да? Дэн. Бледный. Как это все связано, я не понимаю, ребят. Но как-то оно связано. И дает какой-то эффект. Я только знаю, что выходит третья модификация по этой же вселенной. Вроде как в августе, так сказать, этого года. Так что будем ее ждать. Возможно, она позакрывает те самые гештальды, которые у нас, так сказать, сейчас висят. Огромным грузом. Единственное, что понятно, ну типа стопроцентно. Это вот проект Восрождения. Вокруг все крутится. Он способен каким-то образом жизни. А так сказать, людей. Я не знаю. Только поход за счет других жизней. То есть одних убивает. То есть... Получается... Как это у нас выходит? Ворон подставил Бледного. Чтобы воскресить себя или сделать себя каким-то полубогом. Отдав его жизнь за свои крыщи. Не знаю, ребят. Вопросов очень много. Модификация получилась такая. Довольно неоднозначная. Видно, что разработчиков, знаете, они не примитивят. То есть им не хочется делать что-то прям совсем топорное и линейное. Им хочется делать что-то интересное с такими заворотами. Не совсем понятными. Но местами не получается. Вот чуть-чуть не получается. Может в третьей модификации у них все сложится. И придут новые, так сказать, люди. Которые будут знать, как с этим движком работать. И получится гораздо более красочно и интересно. Вот. Но это будет уже в дальнейшем. На этом пока все. Да? С данными модификациями. Надеюсь, вам понравилось данное прохождение. Я старался как мог. Некоторые вещи я до сих пор сам не понял. Если вы разобрались, кстати, в сюжете этих двух модификаций все цело. То, ну, в принципе, я не против того, что вы это расписали в комментариях. И мы с вами, так сказать, это дело обсудили. На этом у нас с вами, ребят, все. Я прощаюсь. Всем спасибо. Всем удачки. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok